Теория 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 переклонения перед стихийностью выступает решительно против революционного характера рабочего движения. Она против того, чтобы движение направлялось по линии борьбы против основ капитализма. Она за то, чтобы движение шло исключительно по линии выполнимых, приемлемых для капитализма требований, она всецело за линию наименьшего сопротивления. То есть, предлагает теория стихийности, что то, что можно потребовать и может выполнить капитализм, то и надо требовать, но не более того. То есть, теория стихийности перекликается с идеологией треть-юнионизма, так называл Сталин. И далее он говорит, что теория преклонения перед стихийностью выступает решительно против того, чтобы придать стихийному движению сознательный планомерный характер. Она против того, чтобы партия шла впереди рабочего класса, чтобы партия подымала массы до уровня сознательности, чтобы партия вела за собой движение. Она за то, чтобы сознательные элементы движения не мешали движению идти своим путем. Она за то, чтобы партия лишь прислушивалась к стихийному движению и тащилась в хвосте за ним. Теория стихийности. Есть теория преуменьшения роли сознательного элемента в движении. Идеология хвостизма. Логическая основа всякого оппортунизма. Ну, как вы знаете, у Ленина про этот хвостизм очень много. Во многих он работал. Касался, что все-таки партия должна играть передовую роль. Вот. И тут он тоже приводит некоторое, значит, еще положение. И говорит, что теория преклонения перед стихийностью не есть только русское явление. Она имеет самое широкое распространение, правда, в несколько другой форме во всех, без исключения, партиях второго интернационала. И далее по этому поводу он добавляет, что Маркс говорил, что материалистическая теория не может ограничиваться объяснением мира, что она должна еще изменить его. Но Каутскому и Компании, он дискутирует со вторым интернационалом, Каутскому и Компании, нет дела до этого. Они предпочитают остаться при первой части формулы Маркса, то есть объяснить мир. А насчет изменить, оппортунисты как бы побаиваются этой темы. Вот что по первым двум вопросам. Довольно коротко он высказался. И далее идет очень такой емкий, обширный материал по третьему вопросу. Теория пролетарской революции. Он очень много внимания здесь уделил этому вопросу. Я постараюсь, ну, наиболее важные его мысли все-таки вам передать. Ленинская теория пролетарской революции исходит из трех основных положений. Он, говорит, начинает этот вопрос рассматривать. Положение первое. Господство финансового капитала в передовых странах капитализма. Эмиссия ценных бумаг, как важнейшая операция финансового капитала. Вывоз капитала к источникам сырья, как одна из основ империализма. Всесилие финансовой олигархии, как результат господства финансового капитала. Все это вскрывает грубо паразитический характер монополистического капитализма. Делает во сто раз более чувствительным гнет капиталистических трестов и синдикатов. Усиливает рост возмущения рабочего класса против основ капитализма. И подводит массы к пролетарской революции, как единственному спасению. Отсюда, Сталин говорит, первый вывод. Обострение революционного кризиса внутри капиталистических стран. Нарастание элементов взрыва на внутреннем пролетарском фронте в метрополиях. То есть, нарастает, делает он вывод, в результате вот этих действий монополизации империализма, нарастает и элементы взрыва на пролетарском фронте в самих метрополиях. И этих империалистических государств. Положение второе. Усиленный вывоз капитала в колониальные и зависимые страны. Расширение сфер влияния и колониальных владений, вплоть до охвата всего земного шара. Превращение капитализма в всемирную систему финансового порабощения и колониального угнетения горстью передовых стран. Угнетение гигантского большинства населения Земли. Все это, с одной стороны, превратило отдельное национальное хозяйство и национальная территория в звенье единой цепи, называемой мировым хозяйством. С другой стороны, раскололо население земного шара на два лагеря. На горсть передовых, в кавычках, капиталистических стран, эксплуатирующих и угнетающих обширные колониальные и зависимые страны. И на громадное большинство колониальных и зависимых стран, вынужденных вести борьбу за освобождение от империалистического гнета. И он дает ссылку. Смотрите, империализм как высшее стали капитализма. Отсюда он делает второй вывод. Обострение революционного кризиса в колониальных странах, нарастание элементов возмущения против империализма на внешнем колониальном фронте. Положение третье. Монопольное владение сферами влияния и колониями, неравномерного развития капиталистических стран, ведущих к бешеной борьбе за передел мира между странами, уже захватившими территории, и странами, желающими получить свою долю. Империалистические войны как единственное средство восстановить нарушенное равновесие. Все это ведет к усилению третьего фронта. Фронта между капиталистического, ослабляющего империализм и облегчающего объединение двух первых фронтов против империализма. То есть, которого он назвал это фронт внутри метрополии и фронт колониальных зависимых стран. И вот третий фронт это разногласие между самими империалистами. И еще раз возвращаясь к этой мысли, что ослабляющего империализм и облегчающего объединение двух первых фронтов против империализма, фронта революционно-пролетарского и фронта колониально-освободительного. Опять же ссылается, смотрите, империализм как высшая стадия у Ленина. И делает третий вывод. Неотвратимость войн при империализме и неизбежность коалиции пролетарской революции в Европе с колониальными революциями на Востоке в единый мировой фронт революции против мирового фронта империализма. То есть, империализм среват войнами и никуда от этого не денешься, пока существует империализм, будут войны. Делает он вывод, и что пролетарская революция в Европе должна объединяться с колониальной революцией на Востоке в единый фронт. Вот эти три вывода, говорит Иосиф Иосиф Иосифович, объединяются у Ленина в один общий вывод о том, что империализм есть канун социалистической революции. Далее он делает анализ вот этой социалистической революции и начинает с того, что раньше к анализу предпосылок пролетарской революции подходили обычно с точки зрения экономического состояния той или иной отдельной страны. Теперь этот подход уже недостаточен. Теперь надо подходить к делу с точки зрения экономического состояния всех или большинства стран, с точки зрения состояния мирового хозяйства. Ибо отдельные страны и отдельное национальное хозяйство перестали быть самодавляющими единицами, превратились в звенья единой цепи, называемой мировым хозяйством. И империализм есть всемирная система финансового порабощения и колониального угнетения горстью передовых кавычках стран гигантского большинства населения Земли. Раньше принято было говорить о наличии или отсутствии объективных условий пролетарской революции в отдельных странах, или точнее в той или в иной развитой стране. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь нужно говорить о наличии объективных условий революции во всей системе мирового империалистического хозяйства, как единого целого. Причем наличие в составе этой системы некоторых стран, недостаточно развитых в промышленном отношении, не может служить непреодолимым препятствием к революции. Если система в целом, или вернее так как система в целом уже созрела для революции. Раньше было принято говорить о пролетарской революции в той или иной развитой стране, как об отдельной самодавляющей величине, противопоставленной отдельному национальному фронту капитала, как своему антиподу. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь нужно говорить о мировой пролетарской революции, ибо отдельные национальные фронты капитала превратились в звенья единой цепи, называемой мировым фронтом империализма, который должен быть противопоставлен, который должен быть противопоставлен, общий фронт революционного движения всех стран. Раньше рассматривали пролетарскую революцию как результат исключительно внутреннего развития данной страны. Теперь эта точка зрения уже недостаточна. Теперь надо рассматривать пролетарскую революцию прежде всего как результат развития противоречий в мировой системе империализма, как результат разрыва цепи мирового империалистического фронта в той или иной стране. И спрашивают, где же начнется революция, где прежде всего может быть прорван фронт капитала в какой стране? Там, где больше развита промышленность, где пролетариат составляет большинство, где больше культурности, где больше демократии. Так отвечали обычно раньше. Нет, возражает ленинская теория революции, не обязательно там, где промышленность больше развита и прочее. Фронт капитала прорвется там, где цепь империализма слабее. Ибо пролетарская революция есть результат разрыва цепи мирового империалистического фронта в наиболее слабом ее месте. Причем может оказаться, что страна, начавшая революцию, страна, прорвавшая фронт капитала, является менее развитой в капиталистическом отношении, чем более развитые страны, оставшиеся, однако, в рамках капитализма. И далее он говорит, что в 1917 году цепь империалистического мирового фронта оказалась слабее в России, чем в других странах. Там она и прорвалась, дав выход пролетарской революции. Почему? Потому что в России развертывалась величайшая народная революция, во главе которой шел революционный пролетариат, имевший такого серьезного союзника, как многомиллионное крестьянство, угнетаемое и эксплуатируемое помещикам. Потому что против революции стоял там такой отвратительный представитель империализма, как царизм, лишенный всякого морального веса и заслуживший общую ненависть населения. В России цепь оказалась слабее, хотя Россия была менее развита в капиталистическом отношении, чем, скажем, Франция или Германия, Англия или Америка. Где прорвется цепь в ближайшем будущем? Опять-таки там, где она слабее. Ну и дальше он тут немного полемизирует, где Индия или Германия, где там может быть такое произойти. И после этого говорит, что цепь империалистического фронта, как правило, должна прорваться там, где звенья цепи слабее. И уж во всяком случае, не обязательно там, где капитализм более развит. Где пролетариев столько-то процентов, а крестьян столько-то и так дальше. Герои второго интернационала утверждали и продолжают утверждать, что между буржуазно-демократической революцией с одной стороны и пролетарской с другой существует пропасть. Или во всяком случае китайская стена, отделяющая одну от другой более или менее длительным интервалом. То есть он переходит теперь к вопросу о том, что о соотношении буржуазно-демократической и пролетарской революции. Какая же длительная связь и что может произойти. Далее он продолжает, что в течение определенного времени пришедшая к власти буржуазия развивает капитализм, а пролетариат накопляет силы и готовится к решительной борьбе против капитализма. Интервал этот исчисляется обычно многими десятками лет, если не больше. Едва ли нужно доказывать, что эта теория китайской стены лишена всякого научного смысла в обстановке империализма. Что она является и не может не являться лишь прикрытием, скрашиванием контрреволюционных вожделений буржуазии. Едва ли нужно доказывать, что в обстановке империализма, чреватого столкновениями и войнами, в обстановке кануна социалистической революции, когда капитализм цветущий превращается в капитализм умирающий. Буржуазная демократическая революция в более или менее развитой стране должна сближаться при таких условиях с революцией пролетарской, что первая должна перерастать во вторую. История революции в России с очевидностью доказала правильность и неоспоримость этого положения. В своей брошюре «Две тактики» Ленин рисовал буржуазно-демократическую революцию и социалистический переворот как два звена одной цепи, как единую и цельную картину размаха русской революции. И далее он приводит по этому поводу цитату Владимира Ленина из его работы. То есть вопрос стоит о том, что в эпоху империализма буржуазно-демократические революции могут перерастать социалистически немедленно, не по прошествии многих лет. Но далее он тут опять же эти вопросы рассматривает и ссылается на ряд статей Ленина, где он подтверждает в своих работах вот этот тезис. Ну и далее он переходит к такому положению революции. Хорошо, скажут нам, но почему Ленин воевал в таком случае с идеей перманентной непрерывной революции? То есть в тот период, особенно в начале период империалистической войны, в 14-м году и чуть позже возникла идея перманентной революции, и она продолжалась очень долго потом. Так вот, почему, спрашивает автор, почему он воевал с такой идеей? Потому что Ленин предлагал исчерпать революционные способности крестьянства и использовать до дна его революционную энергию для полной ликвидации царизма, для перехода к пролетарской революции. Между тем, как сторонники перманентной революции не понимали серьезной роли крестьянства в русской революции, недооценивали силу революционной энергии крестьянства, недооценивали силу и способность русского пролетариата повести за собой крестьянство и затрудняли таким образом дело высвобождения крестьянства из-под влияния буржуазии, дело сплочения крестьянства вокруг пролетариата, То есть, разный взгляд на роль крестьянства в революции был у перманентников и у Ленина. Далее, потому что Ленин предлагал увенчать дело революции переходом власти к пролетариату, между тем, как сторонники перманентной революции думали начать дело прямо с власти пролетариата, не понимая, что тем самым они закрывают глаза на такую мелочь, как переживки крепостничества, и не принимают в расчет такую серьезную силу, как русское крестьянство, не понимая, что такая политика может лишь затормозить дело завоевания крестьянства на сторону пролетариата. Ленин воевал, стало быть, со сторонниками перманентной революции не из-за вопроса о непрерывности, ибо Ленин сам стоял на точке зрения непрерывной революции, а из-за недооценки ими роли крестьянства, являющегося величайшим резервом пролетариата, из-за непонимания идеи гегемонии пролетариата. То есть в революции, как в буржуазно-гемократической, так и в социалистической, роль крестьянства и пролетариата различны, различаются, как говорил Ленин, но тем не менее эти массы должны быть использованы. Далее он такую мысль здесь проводит, что идею перманентной революции нельзя рассматривать как новую идею. Ее выдвинул впервые Маркс в конце 40-х годов в известном своем обращении к союзу коммунистов. Это еще в 1850 году. И далее он приводит здесь некоторые мысли Маркса по этому поводу. И говорит, что Маркс вовсе не предлагал начать дело революции в Германии в 50-х годах прямо с пролетарской революции, вопреки планов наших русских перманентников. То есть перманентники сразу предлагали, начиная от царя, сразу перейти к пролетарской революции. Маркс предлагал лишь увенчать дело революции пролетарской государственной властью, сталкивая шаг за шагом с высоты власти одну фракцию буржуазии за другой, с тем, чтобы добившись власти пролетариата, разжечь потом революцию во всех странах в полном соответствии со всем тем, чему учил Ленин и что он проводил в жизни в ходе нашей революции, следуя своей теорией пролетарской революции в обстановке империализма. Вот таким образом, значит, тоже некоторые еще мысли по поводу перманентников здесь высказывает Иосиф Иосиф Иосифович, и подводит такой итог. Так обстоит дело с идеей перерастания буржуазной демократической революции в пролетарскую, об использовании буржуазной революции для немедленного перехода к пролетарской революции. И еще к одной мысли, значит, подходит Сталин по вопросу пролетарской революции. Он говорит, что раньше считали победу революции в одной стране невозможной, полагая, что для победы над буржуазией необходимо совместное выступление пролетариев всех передовых стран или, во всяком случае, большинства таких стран. Теперь эта точка зрения уже не соответствует действительности. Теперь нужно исходить из возможности такой победы, ибо неравномерный и скачкообразный характер развития различных капиталистических стран в обстановке империализма, развитие катастрофических противоречий внутри империализма, ведущих к неизбежным войнам, рост революционного движения во всех странах мира, все это ведет не только к возможности, но и к необходимости победы пролетариата в отдельных странах. История революции в России является прямым тому доказательством. Необходимо только помнить при этом, что свержение буржуазии может быть с успехом проведено лишь в том случае, если имеются на лицо некоторые совершенно необходимые условия, без наличия которых и нечего думать о взятии власти пролетариата. То есть должна быть революционная ситуация, которую, вы помните, Ленин рассматривал, и он здесь приводит некоторые слова Ленина о наличии революционной ситуации. Не буду их цитировать. И далее, в заключение вот этой лекции о теории, Иосиф Иосиф Иосифович говорит, но свергнуть власть буржуазии и поставить власть пролетариата еще не значит обеспечить полную победу социализма. Упрочив свою власть и поведя за собой крестьянство, пролетариат, победивший страны, может и должен построить социалистическое общество. Но значит ли это, что он тем самым достигнет полной окончальной победы социализма? То есть значит ли это, что он может силами одной лишь страны закрепить окончательно социализм и вполне гарантировать страну от интервенции, а значит и от реставрации? Нет, не значит. Для этого необходима победа революции по крайней мере в нескольких странах. Поэтому развитие и поддержка революции в других странах является существенной задачей победившей революции. Поэтому революция победившей страны должна рассматривать себя не как самодавляющую величину, а как подспорье, как средство для ускорения победы пролетариата в других странах. Ленин выразил эту мысль в двух словах, сказав, что задача победившей революции состоит в проведении максимума осуществимого в одной стране не для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. Наоборот, я немного здесь сделал, что задача победившей революции состоит в проведении максимума осуществимого в одной стране для развития, поддержки, пробуждения революции во всех странах. Вот такой мыслью он завершает эту лекцию. То есть, чем у нас и закончился, конечно, печальный опыт строительства социализма, тем, что не учли ту ошибку, что нельзя считать окончательно победивший социализм, пока он не победил в большинстве стран. Более того, когда перешли к мирному сосуществованию с капитализмом. Хотя нужно было, согласно теории ленинизма, продолжать бороться и помогать всем странам преодолеть капитализм. Вот, собственно, на этом я хочу с вами закончить свое перед вами выступление.